Всем привет! С вами Кузьмич и Карп. И снова я еду на рыбалочку. Правда, еду в воскресенье. Время уже у нас 9 часов, 10 час. Просто на разветочку. Давление неподходящее, погода неподходящая. Ночью было плюс 2 всего лишь у нас в Краснодаре. Но это просто нереально. Хотел поехать раньше поутру, но мне кажется, смысла в такую погоду нет уехать. Такая холодрыга плюс 2, вы представляете, да? Это же не зимняя рыбалка. Ну, в общем, решил выехать, когда встанет солнышко. Встало солнышко, сейчас вот еду. Правда, давление повышенное. Ну, ни на что не рассчитываю такого, прям сверхъестественного. Берег, наверное, будет забит. Солнышко вышло, и люди, наверное, поехали туда. Так что давайте рыбачим, едем, смотрим. Поехали! Ребятки, вокруг туман. Еще не опустился. С утра ночью вообще был туманище жесткий. Под утро вообще была пелена. Ничего не видать. Я выходил себе на балкон, смотрел. Просто жесть была. Ну, и видно там сейчас тоже жесткая пелена. Ну, ничего страшного. Нам-то еще туман. Главное, чтобы не дождь, не снег. Вот так вот. Сейчас приедем, посмотрим. Сколько у нас героев уже сегодня на реке. Я думаю, что сегодня будет аншлаг, во всяком случае. Так, ну что я могу сказать? Вот я уже подъехал. Машина уже здесь раз, два, три, четыре, пять. Две только что уехало. Ну, в общем, люди приезжают, посмотреть, наверное, попробовать. Вот кто-то проезд закрыл, самый умный. Нет? Не закрыл? А, правее встал. Ну, дай бог. Это мог на проезде. Отлично. Так, сейчас мы спустимся и посмотрим, кто у нас здесь на рыбалочку приехал. О, да, людей уже хватает. О-о-о-о, да здесь не хватает. Весь берег занят, ребята. Вот это, да. А где же мне встать? Отлично. Отличненько. Здесь места нету. Вот молодцы, ребят. Приехали все на рыбалочку кайфануть. Посмотрим сейчас, все занято. Здрасте. Здрасте. Как рыбалка? Не к черту. Я смотрю, сегодня аншлаг, да? Все ждут рыбы. Я приехал. Уже все стояли? Машин нет. Там, где машина стояла. Ну, туда я не... Сюда, на берег выход, выехай я. А вот здесь между вами свободно? Можно встать? У меня пару фидеров. Да, я не против, как соседи. Ну, сейчас к соседям подъедем, спросим. Вроде промежуточек есть. Здрасте. Не хвоста, не чешие. А между вами можно встать? А? Между вами встать можно вот здесь вот? Да. А, спасибо. А то места нет, я смотрю. Аншлаг сегодня прям. Вот здесь и встанем. Так, разбираем свою плать. Ха-ха-ха. Ручную. А вон там по проходу он поднимается, спускается нормально, тяги хватает. И расстояния хватает, чтобы проехать потихонечку. В городе тоже туман? Ну, в городе тоже туман, да. Ну, чуть меньше, да. Сюда подъезжаешь. От теплой Кубани сюда же вот она скидывает. И вот эта вот разница температуры из-за этого получается. Такой туманище плотный. А в городе полегче. Бля, я думал, куда-нибудь прихожить не будет. Не-не-не, оттуда же ветерок. Просто здесь туман сильный. А там нет тумана. Так, продолжаем. Нашу разборку. Резиночки вот эти классные штуки. Так здорово. Ими затянул. Не надо там узлов никаких вязать. Ничего. Просто взял и отвязал. Всё. Так, собираем наш фидер. Первый. Люди стоят 7 часов. Ну, так ловят. 6. По мелочи. Вот одного сейчас вытащил. Карасика. Мужичок. Вот опять поклевочка там у кого-то. Нет-нет так клюёт. Но аншлаг, конечно, даже в такую погоду. Даже в 2 градуса тепла люди едут и хотят что-то поймать. Ну, правильно. В воскресенье. Ну, что дома сидеть. Я сам такого мнения. Даже давление неподходящее. Погода холодная. Всё равно хочется выехать с нетерпением. Так, фидерочек собрал. Так, сейчас завяжем. Маркерный груз. Как это делаем всегда, чтобы пробить дно. Найти бровочку. Правда, не видно будет, куда я буду кидать приблизительно. Ну, как. Смотря, если куда кидать. Если далеко, то точно не увидишь, куда этот груз ляжет. Ну, а так далеко я не собираюсь. Буду под берег кидать. Далеко там зацепы. Я думаю, в этих местах. Сейчас мы пробьём дно. Найдём бровочку. Потихонечку закинем. Попробуем. Вот уже захлестнулся за конечек. Надо же. Бывает, всегда надо смотреть, чтобы не захлёстывался. Дай бог, кинешь и конечек сломаешь. Вот, мы дальше не будем кидать. Сейчас посмотрим, что у нас здесь за дно. Бровочка сразу идёт. Вот. Вот, хорошо выбито. Вот здесь мы её и поставим на клипсу. Недалеко от берега, я думаю, далеко нету смысла. Так, ребятки, ну, что мы сегодня сделаем? Зерновую смесь обязательно. Сейчас вот мы высыпем. Рыбка любит. Карасик, да. Вещи кисленькие пахнут. И обязательно вот такую вот попробую, Дунаев. Будет работать или нет. Чёрная лёж прикормка. Вообще, я её не пользуюсь. Два раза пользовался и два раза мимо. Ну, бог любит троицу, договорится. Сейчас мы и посмотрим. Ну, правда, не в лучшие условия. Я её сейчас буду испытывать. Как говорится, она... Да. Рыба плохо клюёт, и я Дунаева подставляю. Нет, конечно. Дунаев очень хорошо работает у людей. Ну, просто я наоборот думаю, выиграть им. Может быть, получится наловить на этого чёрного леща Дунаева. Вот так вот. Сейчас закормочную кормушечку закинем штучки три положим на дно, чтобы чуть-чуть прикормить рыбку на точке. А потом уже нормальную кормушку с крючком. Так, прикормочка набрала уже у нас. О, да. Хорошо. Сейчас мы её запустим на точку. Так, точка вон-то маленькое дерево. Наверное, видно, а может, и не видно в тумане. Так, посмотрим. Угу. Есть. Ну, у нас третья кормушечка. Как говорится, Бог любит троица. Попробуем так. Попробуем так. Они большие. Я думаю, три штучки хватит для начала. А там уже буду подкидывать обычной кормушкой. Она тоже немаленькая. Так, ну вот пошла у нас рабочая кормушка. Вход. Сейчас будем пробовать рыбалить. Так. Одного опарушу насадим. Для начала не будем садить много. Потому что рыба не любит, когда она еле клюёт, много в рот пихать. Она пассивная. Так что, просто одного красного опаруша. Вот так вот. Всё. Этого хватит. Ну, первый запрос, как говорится, с Богом. Всё, есть контакт. Всё, ставим. Вторую удочку собираем и ждём рыбку. Сейчас крючки такие пошли, только не самозацепляющиеся. Я бы сплотила, то она сплотила. Ну, не знаю. Каждый рыбачит на своей крючке. Кто-то покупает дешёвые, которые надо подсекать. Кто-то подороже. Подсекабельно. Это рыбовый чемпанк. Это мой грубой такой. Ну, люди привыкли уже так рыбачить. Такой стиль рыбалки. Подсекание. Ну, что там, идёт что-нибудь? Идёт что-то, да? О! Карась! Хотя нет, у нас такая же была. О, это карась. Ну, да. У нас чехоль была такая. Ну, мужик ловит у него там, плескается что-то. Молодец. Ох ты! Что-то серьёзное. Ац. Опоклёвка была прям мощная, мужика. Прям коньячик так дрожал, что там что-то серьёзное. Жаль, что... Жаль, что так получилось. Попробуем на белого опорошища. Одну на красного, другую на белого добавлю. Что у нас получится. Сейчас пару беляшей сюда. Засунем и закинем. Так, поклёвочка на белого опороша. Прям так хорошо клевала. Поклевала и перестала, как говорится. Ну, всё равно вытащим. Посмотрим. Первая рыбка идёт. А что за рыбка, сейчас посмотрим. Ха-ха-ха. Вот она. Какая-то мелочундра. Что опять это за рыба? Давайте-ка там подумайте, ребята. Шамая или жерешок, не знаю. В общем, её отпускаем. Пускай плывёт. Но такая рыба не нужна. Ну, хорошо, что рыбка подошла уже. Опять, наверное, жерешочек. Потому что один за одним начали клевать. Не знаю. Это не я вас тянул. Да, у меня чё-то один жерешок клюёт и клюёт. Опять жерех, ребята. Я не знаю. Походу, понравилась ему моя прикормка. Давай, лети. Поклёвочка. Ну, чё-то уже потяжелее идёт. Наверное, подлещик. Я думаю. Потихонечку расклёвывается рыбка. Кто это у нас? Ой-ой-ой-ой-ой. Шамайка, да? Или жерех? Скажите мне. Это жерешок. Жерешок? Ну, будем отпускать жерешков. Ай, красавчик. Так, тебе надо сейчас помочь, друг мой. Он жерешочек начал клевать на белого опарыша. Жерешков мы будем отпускать. Нам такие маленькие. Не нужны малыши. Давай, дружочек, плыви. Мама, зови. Насадил мотыля. Мотылик вот такой у нас. И на него пошли поклёвки. Ну, такие прям тонкие. Ну, посмотрим, будет он работать или нет. Мне даже интересно. Вот. Поклёвочка. Наверное, какая-то мелочу дура, судя. Потому что я её не чувствую. Такая рыбка у нас ловится. Вот такой вот монстр. Я думаю, ещё она не клюёт. А на неё такая вот мелочу дура попадает. Вон, дядька там тягает карасиков. Таких ладошечных. Прям хорошо. Ну, уже вот сколько я сижу. Пять штучек он взял. Вот этот пятый, наверное, будет. Сейчас посмотрим, что вытащит. Ну, да, вот. Ещё один карасик. Пожалуйста. Говорят, рыбу не клюёт. У кого-то клюёт. Видимо, понравилась прикормочка. Карасиун подошёл. Берёт. И вижу, что не в клипсу кидает. Просто на дальность. Приблизительно в одно и то же место. Тоже тянет. Что у него интересного? То просто вытягивает, видимо. Вот. Так, удар такой был прям на левый фидер. Один, правда. Такой прям серьёзный. Ну, и сразу же затихло. Может, далеко не отошёл. Будем ждать. Кто-то шёл в сторонку, а здесь поклёвка. Врешанная. Сейчас посмотрим, что там за мелочь попалась опять. Опять, наверное, жерешочек. Я думаю, что-то они атаковали меня. Ну да, так и есть. Ну, ё-моё, ребята. Вы чё приклеились? Не даёте порыбачить мне ни на ленщика, ни на что. А вот такой жерех. Кто-то говорил, что майка там писали мне там. Извиняюсь. Вот он, пожалуйста, с огна жерех. Чистый жерешок. А шамайка. Мамайка. Карасик. Вот. Люди ловят. Густера и карасик, да? А, это вы на крышечку ловите, да? Да. Ну, видите, работает как здорово. Молодцы, у вас прям поклёвки. Видимо, прикормкой угадали. Прикормкой угадали, наверное. Что так хорошо клюёт. С чесночком. А, с чесночком. Вон оно что. Понятно. Понятно. Под лечик до килограммового даже, да? Да, он уже и клещиком его называет. В общем, надо чесночка добавлять, да? Я прям брал, какая она вот. Чесночка с чесноком. Ну, понял, понял. Так, раз с чесночком у нас как раз вот открыто. С чесноком, вот он. Чеснок. Сейчас. Одну будем тормить на чеснок. Раз на чеснок клюёт, разведём ещё и с молоком, чтобы сразу пыль давала облако. Вот так вот. И посмотрим, что у нас получится. Замешаем. Попробуем. Может, действительно будет работать на чесночную. Я имею в виду, карасик будет ловиться до кустера с лечика. Сейчас поглядим. Я не знаю, или стайка подошла, жереха, крутится возле прикормки или что. Но поклёвки прям... Попадается один жерешок вот на левый фидер. Прямо я не знаю. Так. Поклёвочки, конечно, есть. Но что-то меня не устраивает пока. Пока мелочушка подошла. Жерешок часто попадается. И мелочь всякая, пузатая. Судя по поклёвке, тоже здесь сейчас тянется, как жерешок опять, наверное, я так думаю. Кто там? Ну, конечно. Кто бы ещё, да? Вот такие вот у нас рыбалки сегодня, ребята. Чисто жерешок. Чисто маленький-маленький жерешочек. Вот такой вот шустрый. Правда. Ну, ладно. Это радует, что что-то у нас клюёт. Не сидим просто так. Не скучаем. Ну, на белого опарыша. Я даже красного не одеваю. Просто чисто белый вот. Нравится, видимо, жерешку. Хотелось бы, чтобы подошло что-то посерьёзнее, конечно. Даже жерешок пускай, хотя бы покрупнее. А то, что-то мелочь. Ну, в принципе, в первую очередь всегда подходит мелочь. А потом уже рыба может покрупнее подойти. Ну, сегодня посмотрим. Что оно получится у нас с нашей рыбалки. Подойдёт ли мелочь мы уже достигли того, что она подошла и расклевалась. Теперь ждём покрупнее что-нибудь. Вот. Мужичок наловил. Что там? Карасик в основном, да? Да. Ага. Две или три чихонько. А, ещё чихонько, да? Да. Вот, как попалось, потом что-то затихло, а потом я порвал, и поднялся здесь. Понятно. Ну, на сковородочку наловили, да. Две это. Многие стоят здесь вообще рыбы не видят. Вы и наловили. Молодцы. Что-то клевало у нас. Сейчас подведем. Ага, вон она. Мелочуха. Музата. Кошачья радость. Вот такая вот. Вот так. Тоже пойдёт. Котуй будет хоть что-то поесть моего. Кто-то скажет, хозяин, ты чё? Ничего не привёз, покушать. Такую рыбку он любит. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Поклёвка. Хорош. Сейчас посмотрим, что у нас там. Такое клюнуло. Поклёвки были до этого, на другую удочку, но что там. Сазанчик, да? Вот такая рыба здесь клюёт. Ну, чё? Около полторушечки есть, наверное, да. Пять-пять есть. Ну, вот красота. Вот такие вот сазанчики здесь попадаются. Сазан, пошёл, а ты домой собрался. Что-то попалось. Опять, наверное, что-то небольшое. Вот оно. Ну, да. А вот такая у нас красота клюёт. Кошачья радость называется. Вот такая кошачья радость. Пока ничего крупного, не клюнуло. Жерешок бы вот эта мелочь. Вот там рыбаки с лодочниками ругаются. Те встали, те боятся им в лодку закинуть. А так вот тоже бывает. Такие вот рыбаки. Ругаются они там. Уже друг друга матом кроют. Боится закинуть лодку. Кричит, отойдите отсюда. А те нет, стоят на своём. Не хотят. Опа! Не хотят уходить. Не такие дела. А мы всё, ловим всё, вот такую вот рыбу. Что это у нас такое? Вот это уже, наверное. Да, наверное, рыбчик. Сейчас отпустим его. Или жерешок тоже. Ну вот скажи, рыбчик это или жерешок? Я вот не пойму. Да рыбчик, он, рыбчик. Да? Ну, понятное дело. Пускат растёт. Вот так вот. В тюрьму мы не хотим. Поклевочка. Потихонечку клюёт. Походу, убежал или маленький. Нет, что-то бежит там, походу. Небольшое. Первый карасик. Ладошечный. Попался. Может подойдёт. Карасик на жереху поймать. В общем, пока что такой клёв. Потихонечку, полегонечку клоится. Так. Рыбалочка продолжается. Рядышком ребятки здесь прям разговаривались. Так что аж шум подняли. На рыбалке надо потише. Рыбка всё слышит. Поклёвки прям. Оп. Кто у нас там? Посмотрим. Наверное, опять, как всегда, мелочь пузатая. Ничего. Нормально. Вот такая вот густёра. Пойдёт. На безрыбье такая густёра рыба. Вот такая вот. Оп. Ждём. Дальше рыба. Потихонечку. Всё равно радует. Фидера радует. По крайней мере, сидишь, что-то ловишь. Наверное, очередная шамайка. Сегодня день шамайки у нас. Вот такая вот шамайка попалась. Ну, за неё срок. Серьёзно? Да, не срок, но большой штраф. По-моему, 1200, что ли. Она исчезающая, видно. Ну, да. Ну, я не знаю. Там кто-то говорит, что можно уже ловить, если она достигает какого-то там размера. Размера. Да. А так вообще её надо отпускать. Пускай плывёт. Пускай растёт. А у меня как она быстро. Так что не будем рисковать. То есть вот сейчас вы её поймали, подошёл инспектор. Не, ну, поймалась, я её не отпустил. Поймать-то я могу любую рыбу. Если же я её не отпущу, конечно, оставлю у себя или в садке, или... То можно заработать хороший штраф. Да, сегодня жерешок задолбал меня. Я уже устал его отпускать. Кого? Жерех, жерех. Тоже вот такой же, как Шамая. Попалась. Такие вот жерешки. Вот оно, видишь. Её тоже нельзя? Ну, а... Жерешок? Да. Блин, а по мне так она как Шамайка, не? Ну, может, Шамайка я ещё не рассмотрел. Сейчас посмотрим. Ну, да, опять Шамайка, походу. Или Жерешок. Вот честно скажу тебе, я не могу даже разобрать. Не похоже. Ну, вот это Жерешок быстрее всего. То Шамая была, а это, наверное, Жерешок. Они очень похожи. Ну, чем-то даже и на Усача похож, который в белой водится. Ну, вот от Шамая... Огурцом. Это Шамая. Огурцом пахнет такой, знаешь, запах как будто травяной какой-то. Понюхай. Есть такой у него, типа огурца. Значит, Шамая. А от Жерешка уже так не пахнет. Походу, опять Шамая подошла. И щука же, да, ест? Ну, конечно. Такая же. Ну, да. Самая первая была, по-моему, чуть больше. Ну, да. Большая. Такие вот ловятся, ребята. Красотулечки. Нет, это не Шамайка. Это какая-то... Шерешок? Да. Шамайка, бля. Шамайка, да? Шамайка, шамайка. Шамайка. Что там, какой же? Эх, плыви, Шамайка. Боишься? Конечно. Так уже третья фрина. Ну, что, ребятки. Рыбалка моя заканчивается. В общем, погодка распогодилась. Солнышко вышло. Прям тепло стало. Хорошо. Ну, клюет сегодня только Шамайка. И жерешок небольшой. Что могу сказать? Посидел, покайфовал. На фидера порыбачил. Ну, в следующий раз я, наверное, поеду уже куда-нибудь на платник. Оторваться уже по рыбке. Потаскать покрупнее, если, конечно, что-то будет клевать. Ну, все, в принципе, вы увидите, кто смотрит мои видео. Что еще хотел сказать? По поводу фидеров спрашивали, что у тебя за фидера, что за катушки. Ну, сейчас вам покажу как раз. В общем, катушечка вот такая вот. Так, название у нее... филбой. В общем, это пятитысячная катушка. Такая вот. В общем, мне очень нравится. Очень нравится эта катушка. И фидер. Вот такой вот фидерок. 3,90. Дай ее. Не дай его, а дай ее. Не путайте. Вот. В общем, тест у нее 90-150. 3,90 длина. Очень мягкие, хорошие. Мне очень нравится. Я постоянно на них рыбачу. Сначала одним рыбачил, потом второй прикупил такой же. В общем, 3 года работает. Все хорошо. Мне нравится. Выдерживает и горпов. Ну, больше 3 килограммов я на них не ловил. С этими конечками, конечно. Ну, вот еще стоечку приобрел. Вот вы видите. До полтора метра она фидерная стойка. Тренога. До полтора метра она поднимается. В общем, высота ее полтора метра максимальная. Ну, купил я буквально за 650 рублей. Алюминиевая, легенькая, хорошая, помещается. Прям хорошо. Много места не занимает. Ну, и по поводу эхолота. Я вот тоже обязательно вам сейчас покажу, что это за эхолот. Просто многие спрашивали. Так что вот так вот. Вот такая у нас рыбалка. Ну, на то спасибо. Фидора рулит, так скажем. По поводу эхолота. Вот. Называется Амазин Беспроводной эхолот. В общем, все вы видите. Вот так он работает. Ну, в общем, показывает глубину, настройки в нем, куча настроек. Вот такой у него поплавочек. Я его вот закидываю. При взаимодействии с водой просто включаете просто сам пульт от него. И вот этот поплавок. Вот здесь и зарядка в этом месте. И при соприкосновении с водой, вот именно вот этими датчиками, он начинает работать. И все показывать. В общем, ну, ничего сложного. Номинал у него 70 метров. Заявлено 100. Ну, берет всего лишь 70. Ну, может, 80 максимум. Так что, ну, кому вот до 70 метров заброс, тот может спокойно пользоваться. Так, вот сейчас сматываю. Хочу еще про кормушечки рассказать. Вот здесь вот такие кормушечки у нас, получается. Они с крылышками. Подымаются с любой ямы. Вот только начинаешь рыбу тянуть, и рыбу вытягивает тоже наверх сразу же. Какая бы рыбка на поводке не сидела, вот этими крылышками она сразу подымает вверх. И можно в ямы кидать. Очень удобно. Очень хорошая кормушечка. Ну, есть таких типов кормушек моря. Так что, вот, кому понравится, тоже себе такие прикупите. Сколько на 80 грамм, по-моему. Ну, для рыбалки на Кубани. Ну, в принципе, я и на платниках тоже так же ловлю. Можно в любую яму закидывать под любую бровку. При поклевке резко, когда дергаете, она сразу всплывает вверх. Так что, вот такая вот кормушечка. Кому интересно, вот, приобретайте такие кормушечки. Монтаж у меня сразу уже на кормушке. Я наматываю обычно отдельно крючочки. Все там, ну, мне удобно. Вот, я на нее намотал. Крючочек за нее зацепил. Крючочек. И вот так вот складываю себе. Вот, все удобно. Все лежит, все аккуратненько. Ну, в общем, вот так вот. Ну, а с этим вот еще... Даже здесь стойку для телефона я сделал. До полтора метра она раскладывается. Вот это вот крепление для телефона. Мало ли, снять что-то. Вот эти вот, вот так вот они собираются. Просто тоже очень интересная. Здесь вот еще раскручивается, выдвигается. В общем, занимает совершенно мало места. Вот. Вот такая вот. Сейчас получится. Коротенькая. Спокойно лезет с фидерными удилищами. В мой чехол узкий для фидова специальный чехол у меня здесь. Вот он узенький. Вот так вот. И, в общем, вот все, что оно из себя представляет. Сейчас помоем. От песка. Вот такая вот красота. Спокойно сюда положили. И все. Все закрывается. Все хорошо. Много места не занимает. Фидер. Что хочу сказать про фидер. Очень легкий. Очень легкий. Прям, я не знаю, так с ним работать удобно. И заброс с него хороший. Очень мне нравится. Сейчас мы смотаем. Плетеночку рыбачу плетенкой. На лесочку я не рыбачу. Плетенка она и мощнее. И понадежнее, я так скажу. И меньше растягивается. Сразу поклевку чувствуете. По поводу карповика. Тоже 3.90. Партнер называется Командорский. Тоже вот очень легкий. Заброс. Ручка такая вот тоненькая. Все с ним очень приятно. рыбачить. Три года или больше даже он у меня. В общем, очень легенькое. Тоже удилище. Классное. 3.90. Тест у него, по-моему, вообще там какой-то мощный. На, где он у нас тест. Что-то не вижу. Но, в общем, до 200 грамм летает прям в лед. Так что, вот такие карповички. Все, в принципе, уже все удочки смотал. Буквально быстренько раз-раз. Сейчас буду уже собираться. И да, мой, хватит на сегодня. Шамайки мы сегодня половили. И жерешка. Шамайка запретная. Брать ее нельзя. Только отпускать. Так что, вот такая у нас сегодня рыбалочка. Ну, скажем спасибо хозяину реки за эту рыбалку. Ну, все, все собрано. Теперь в бой. Да. Самое то. Так что, если что, спрашивайте, ребята. Если что-то интересует, все вам расскажу. Все покажу. Обязательно. Ну, все. Кубань, спасибо тебе. Главное, отдохнул хорошо. По красоте. Фух. Ну, до новых рыбалок. Еще раз хозяин реки, спасибо. Вот так вот обмелело у нас на Кубани. Ну, ничего. Весной опять будет полноводие. Отсюда вода доходит. Вот прям где я стою. Вот здесь вода. Все, поехали. Здесь вот, как всегда, аншлаг машин некуда стоять, ребята. Вон оно. Все хотят что-то поймать, отдохнуть. Я думаю, что половина из тех, кто здесь стоит, видели мое видео и приезжает сюда на рыбалку. Ну, и так просто расходится все же по людям, по рыбакам, где хорошие места. Я имею в виду приятно сидеть, песочек. Так что, вот так вот, давайте, ребята, не забываем ставить лайки. Ну, и кто не подписался, еще подписывайтесь. Нас ждут еще много хороших рыбалок. Я думаю, дай бог здоровья. И мне, и вам. В общем, всем добра, всем здоровья, всем счастья. Давайте. И не хвастанье чешуи.